Всем привет! Вы на канале Ростиксона. Сегодня я сделаю обзор про режима в мобильном приложении Gate.io и сравню с Lite-версией. А перед этим подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона, в котором он рассказывает инфу, которой нет на ютуб-канале. Например, различные ивенты, на которых вы можете заработать, различные конкурсы и опросы. К сожалению, ютуб могут закрыть, но вы можете продолжить получать контент в телеграме. Также вы можете задать свой вопрос в телеграм-чате биржи Gate.io. Все ссылки будут в описании. Напомню, что биржа Gate.io входит в топ-7 бирж мира. Вы также можете зарегистрироваться по ссылке в описании и получить вечную 20% скидку на вывод. Спасибо им за поддержку. А теперь опрос прихожих Санкт-Петербурга. Вы можете написать вопросы для следующего вопроса в комментариях. Привет. Отвечу на пару вопросов? Да, давай. А в чем вы храните деньги? В еде. И в портиле. И есть ли у вас накопления какие-нибудь? И на сколько их хватит? На полгода, может быть. Как вы относитесь к криптовалюте? Что-нибудь знаете о ней? Очень поверхностно, скажем так. По факту в ней не разбираюсь, но очень нейтрально, скажем так. С одной стороны, очень сильно повышаются на компьютеры и все комплектующие, а с другой стороны, это очень хороший способ зарабатывать. Спасибо за ответы. Итак, начнем. Скачав приложение и войдя в аккаунт, мы можем поставить, если у вас по умолчанию стоит Lite режим, Pro режим во вкладке Профиль в правом верхнем углу. Нажав на красный текст, переключиться на Pro. На главной странице сверху мы видим три иконки. Профиль, сканировать QR-код и техподдержка. Кстати, очень полезная вкладка. Обращайтесь к ним, если у вас возникли проблемы. Чуть ниже мы видим ленту с текстовыми гайдами на английском языке. Ниже мы видим предложение пройти верификацию, если вы ее еще не прошли. Еще ниже мы видим панель инструментов. Это первое, что отличает Pro версию от Lite версии. В этой панели представлены все инструменты, доступные в мобильном приложении Gate.io. Нажав на кнопку еще, мы можем расширить список инструментов. Далее мы видим панель, которая поможет нам пополнить баланс через P2P или через онлайн кошельки. Также по банковской карте. Если у вас карта банка RF, то вам придется воспользоваться функцией P2P. Что более важно, далее мы переходим ко списку криптовалют, которые мы можем отсортировать по вашему усмотрению, в отличие от Lite версии. Также в данном списке мы можем выбирать различные категории криптовалют, начиная от популярных, заканчивая мемными. В самом низу мы видим панель навигации по основным страницам. Опять же, в отличие от Lite версии, здесь 5 вкладок. Первая – Market, которая отвечает за главную страницу. Вторая – Trade, в которой мы можем торговать на споте, марже или P2P. Третья вкладка – это контракты, в которые мы можем торговать на фьючерсах или некое подобие опционов. Кстати, ролик о них уже есть на канале. Четвертая – вкладка новости, в которой помимо новостей, мы можем присоединиться к сообществу Gate.io. И пятая – эта вкладка сильно отличается от подобной вкладки в Lite версии. Здесь есть анализ активов, различные кошельки под каждый вид торговли, кнопка «Взнос», «Снять», «Перевод между кошельками» и «Пуш». Что касается настроек или других пунктов в вкладке «Профиль», они не отличаются от режима к режиму. Подытожим. Режим Lite крайне ограничен и скудинг в плане своего функционала. В этом плане режим Pro более полезен. Что также делает его более сложным. Но чем раньше вы вольетесь в интерфейс Pro версии, тем раньше вы сможете зарабатывать на крипте еще больше. Пишите в комментариях, каким режимом вы пользуетесь. Лично я пользуюсь режимом Pro. А на этом все. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение о видео в комментариях. Заходите в телеграм-канал Ростиксона по ссылке в описании. Там очень много всего интересного. Ставьте лайк и посоветуйте друзьям. Всем пока. И будьте аккуратны.